Всем привет, ребятки! С вами Джофф, и я в Москве, поэтому новые ответы разработчиков будут вот такими вот. Я вам просто расскажу, что рассказывают наши друзья из Минска или из Европы, и поделюсь своим мнением по этому поводу. Надеюсь, вам понравится. Итак, поехали! Разработчики говорят, митингард в клаван... Да в жопу. Митингард в клаван... Клаб... Клаб... Клабарбайер. Митингард в клановых войнах это ошибка разработчиков, и они ее скоро поправят и уже правят. Также, ребятки, по мнению разработчиков, Сталинград и Харьков были и есть приоритетные... Блять, я как китаец говорю. Сталинград и Харьков были и есть приоритетные в очереди на переработку. На них наблюдаются проблемы с производительностью на слабых компах. Ну, в принципе, ребятки, может оно и так, там проблемы и на Энске, например, есть. Но Сталинград и Харьков, ребятки, как на мой взгляд, охеренные карты, их выводить из рандома вообще нельзя. Ребятки, ребятки, ребятки. Да, ребятки, ребятки, ребятки. Игроки говорят разработчикам, давайте не будем трогать Лайфокс и у нас будет там 60-70% побед одного Респа. На что разработчики отвечают. Лайфокс довольно-таки сбалансированная карта. Винрит плавает в зависимости от того, когда и на каком сервере была собрана статистика. Тут я, ребятки, хочу сказать, что на Лайфоксе, как в других картах, если в одной команде куча СТ, а в другой куча Патасау, то проигрывает именно команда с кучей Патасау, потому что тот, кто не занимает мост или город, ну, это все, это сразу просто полный фейл. И карту в этом плане, может быть, надо как-то переделывать, ну и, конечно, править между баланс, потому что ненормальная ситуация, когда в одном бою у одной команды 10 СТ, а у другой там 2 или 3. Я думаю, вы согласитесь. Дальше. Игроки спрашивают, что там с техническими неполадками на Рыбацкой бухте? Были ли они присущи всем игрокам? Что-то по этому поводу было сделано? Разработчики отвечают, как таковая проблема небольшая, если сравнить количество жалоб на вылеты и количество сыгранных боев. На данный момент мы склоняемся к мнению, что все это из-за модов. Ну да, конечно, очень веселый и универсальный ответ. На какой-то определенной карте проблемы из-за модов. Это бред. Также разработчики говорят, что статистика по картам тщательно и основательно анализируется. У нас есть процент побед каждой команды на каждой карте в каждом режиме. Примерно 2 миллиона боев в месяц для каждой карты. И разница колеблется в рамках 1%. Также у нас есть так называемые тепловые карты. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом внезапно оказывается по статистике некоторых сайтов, что, например, на какой-то карте в штурме разница чуть ли не в 5%. Да, там один раз побеждает 45%, а другой 55%. Ну вот, условно говоря. Ну, короче, все это... Я вам так скажу. Также разработчики говорят, что новые карты для ул-левел вряд ли будут, так как это обусловлено мини-клиентом игры для новичков. Так как им будет удобнее скачать небольшой клиент, дабы попробовать игру. Также выпадение карт не имеет тайминга, а привязано только к уровню техники. Ну, это прикольно, но опять же, разработчики так и не сказали, будут ли они исправлять вот это вот постоянное выпадение одной и той же карты, да? Когда там за 2 часа игры может 5 раз выпасть Прохоровка, примерно, ну или 3 раза. Шанс выпадения может быть настроен для сервера в целом. Например, сейчас Аверлорд и Саленград отключены на Ру-сервере. На Азии они включены, но с пониженным коэффициентом выпадения. Остальные карты имеют равный по умолчанию шанс на выпадение. На самом деле, вот я бы на месте разработчиков понизил бы выпадение разных там малиновых, малинок, Прохоровка, Аверлордов для тяжелых и медленных танков типа Мауса, там, Е100 и так далее. Ну и теперь, ребят, еще немножечко ответов Константина Солдатова, который он дал на Wargaming FM. Итак, что он нам рассказал. Сложная и реалистичная модель движения танков, которая была на первых тестах в 2015 году, не очень понравилась игрокам. Было для них это очень сложно, но реалистично. В итоге пришли к тому, что имеют сейчас. Ну и, в принципе, это ок. Также вот интересная инфа. Патч 9.14 выйдет сразу после мартовских праздников. Мартовские праздники, это у нас 8 марта, значит, патч, ребятки, получается, выйдет после 8 марта, там, 9, 10, 11 или 12. Ну, я думаю, до 15 точно, так что готовьтесь. В будущем хотим исключить полностью брелковые взводы. Первый и 10 уровень не должны быть в одном бою. Но при этом, я надеюсь, разработчики оставят какую-то там градацию в несколько уровней, потому что на том же КВ-2 с десятками поиграть иногда одно удовольствие. Также уже переделано в HD около 200 машин, говорит Константин Солдатов. В ближайшее время прем-арты 8 уровня не будет, и это хорошо. Характеристики танков в зависимости от экипажа и оборудования в ангаре планируются. Но когда это будет, опять же, непонятно. Также, конечно, хотелось бы иметь в ангаре и расширенные характеристики, как у меня в матпаке, и там посмотреть броню и так далее. Марафоны совсем скоро, говорит разработчик. СЕ-25 хватило, обожглись. Ну, типа, такого как СЕ-25, что сначала танк выводили из рандома, продавали, а потом его бесплатно дали всем намарафонить. Такого, видимо, не будет. И еще одна, ребятки, интересная инфа, это подробности апа FV4202. Как вы знаете, недавно этот танчик можно было практически на халяву получить, там выполнить какие-то легкие боевые задачки. И теперь, ребятки, его апают, потому что хотят ввести в продажу. Итак, во-первых, он подешевеет на 700 голды. Он там стоил 8 с чем-то, будет, короче, дешевле стоить. Плюс его очень хорошо апнут, в том числе сведения уменьшат на 0,28 секунд. Точность апнут на 0,0,0,20. Плюс стабилизацию апнут. Разброс от движения было 0,2,11, станет 0,92. И плюс разброс от поворота башни. Опять же, стабилизация тоже будет улучшена. Ну и плюс, ребятки, FV4202 улучшат сопротивление по грунтам, значит, у него станет лучше динамика. Ну и тут я смотрю по цифрам, достаточно хорошо все улучшат. Вот, в принципе, и все. На сегодня ответы разработчиков. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам было смешно в каких-то моментах. Ха-ха-ха-ха. Что я несу? Ребятки, на этом всем спасибо, всем пока. А я буду жрать, больше жрать, больше, больше, больше.